Всем огромнейший приветик! С вами Алиса и Симпсоны, и мы продолжаем путешествовать по новым городам наших друзей, поэтому стартуем! Первый город на сегодня. Грузимся. 144 уровень, и отлично, мы даже забираем доходик. Смотрите, как круто устроились Симпсоны, тут все вокруг Ник, и Красти Бургер, и Фландерсы к ним спиной, нет, не будет так надоедать Гомеру, и Квики Маркет недалеко. Очень необычная постройка, но мы, как всегда, идем сначала в Хайтс. Да, друзья, эти бортики очень красиво смотрятся, но, к сожалению, это очень большое количество. Не забывайте про лимит декораций, и они достаточно часто друг дружке, тоже касается и здесь. Поэтому лучше их изначально вообще не ставить, либо ставить совсем немножко. Так, здесь пляж такой красивый, как аккуратненько. На, немножечко просто не хватает зелени, каких-то дополнительных кустиков, ну, таких цветных пятнышек, а так постройки очень классные. Вот здесь даже можно какую-то машину поставить перед домом. Очень круто, что у тебя есть это поле, о котором я мечтала и пришлось рисовать самой, но оно здесь не закончено. Здесь бы толпу как-то болельщиков поставить, вход какой-то соорудить. И вообще можно делать, ну, как спортивный такой квартальчик, не пренебрегая такой крутой декорацией. Ну, здесь все отлично. Красота, порядок, да, немножечко просто я бы добавила зелени, еще буквально процентов 10-20, и будет вообще идеально. Порт тоже такой достаточно просторный, не перегруженный. Вот опять эти бортики, о которых я говорила. Ну, пока еще 144 уровень, можно их оставить, но в будущем придется убирать. Тут совершенно разные строения и рестораны смотрят, и полиция. Я имею в виду на море. Нету как таковых кварталов. Немножко я не понимаю такое сочетание заборов. Здесь вот красненький, а здесь золотой. Не могу согласиться с такой концепцией. Уже бы если ставить... Здесь же всего лишь одно здание. Если бы был комплект какой-то из нескольких, то это бы допускалось. А так, ну, это очень странно выглядит. Лучше сделать один тип забора, а красненьким, если хочется, что-то, какой-то ресторанчик обвести. Возвращаемся мы в маленькую жилую зону. Тоже здание из Хайца здесь. И мы так неожиданно попали в парк. Потом зоопарк. Ну, вот как-то всего понемногу. Угу. Да, вот это все отлично сочетается. Но очень много, я смотрю, как-то совсем стоит. Вот даже атомная станция почему-то она так разделена. Ну, можно просто этот кусочек дороги убрать и объединить в одно целое. Добавить каких-то еще дополнительных декораций. Я уверена, у тебя они есть. Вот как этого же робота. Он относится не к Фринку, а все-таки это Гомер робот. Который работает на электростанции. Есть подарки из последних ивентов. Это очень круто, молодец. Вот здесь же ты обустроил спортивный комплекс, стадион. И парковочка, и смотри, тут и машинки. А тут стадиончик так забросил. А, тут такие всякие готические строения. Я поняла. Угу. Ну и дерево Барта, ну мне кажется, тоже лучше к Дому Симпсонов. Перенести все-таки даже дерево Барта. Он же там тусит с пацанами. Куда он будет приглашать Милхауза? Ну что сказать. Город аккуратненький. Все так стоит. Отделено. Единственное, что немножечко я бы что-то поменяла местами. Как-то больше то, что подходит больше по тематике соседним зданиям. Меня немножко коробит, когда я вижу какие-то рестораны, а потом что-то такое мрачное. Ну, в общем-то, вы меня поняли. И в таких вот, как здесь, например, немножко не хватает растений. Здесь так вообще ни одного деревца, нету каких-то кустиков банальных. И будет еще красивее, как-то более теплее. Город просто станет хотя бы от небольшого количества зелени. Это же касается и вот этих жилых домов. Да, в самих домах есть кустики встроенные, но их, как по мне, недостаточно. Вот видишь, почему-то в порт ты поставил очень много ограждений всяких разных, да? А пренебрегаешь обычными кустиками. Я тебе советую ими заняться. Ну, а так вообще очень даже все аккуратно. Я люблю аккуратные дома. Ой, города, оговорилась, сори. Так что поехали в следующий. Уровень 50-й. Поменьше. И здесь, смотрите, как целая такая лесная маленькая зона. Прямо у домиков жилых. Уменьшаем. Тут даже что-то есть в хайте. Хорошо. Я вам советую, вы когда открываете территорию хайца, там тоже как бы не такой мусор, как в основном городе. Но вот эти все маленькие кустики, отдельные деревья. Когда открываете хайц, вот так берете, просто выделяете зону и все прячете в инвентарь. Потому что бывает что-то надо срочно поставить на землю, хоп, ты ставишь, а тут какой-то кустик и тебе мешает, и ты не можешь этого сделать. Кажется, не очень опрятно вот это все, когда куски какие-то непонятные, не в ряд. Здесь пока по одному зданию, но не забывай обязательно, а также и другие здания тоже нужно обязательно прокачивать. Ага, тут-то как-то все вместе. Ну, то, что бомбоубежище здесь стоит, мне нравится идея. Я даже знаю, для кого это бомбоубежище. Мусор тоже всегда допустим. Я тоже использую его возле атомной электростанции. Он очень круто смотрится. Вот эти лужи кислоты. Это вообще, мне кажется, идеальная декорация для атомной электростанции. Так, ангар. Ну, это, видимо, приз из фотоальбома. Ну, тут так все веселенько, да. Единственное, я бы все-таки мусорную кучу отсюда подальше поставила, потому как без нее у тебя получается здесь довольно неплохой зеленый участок. Здесь можно еще пару домов поставить. И если немножечко их выровнять, ну, потому что Мо немножко как-то далеко утоплено. Тут и тропинки нету. Тут либо тропинку провести, и какую-то тоже беседку поставить. Ну, чтоб мужички там прятались, когда пивко пьют. Чтоб их так особо не видно было с дороги. Вот, школа тут. Хорошо получилось. Уютненько. Ну, и, как всегда, Бернс у нас жирует. Очень много у него территории. Тоже неплохо вышло компактное сочетание тюрьмы и полицейского участка. В принципе, у тебя неплохо вообще получается комбинирование зданий. Единственное, скорее всего, это из-за нехватки земли. Можно это делать немножко попросторнее, да, потому что порой оно-то как-то слишком давит друг на друга. Но если немножко потом сделать расстояние между зданиями, то будет вообще очень красиво. Красиво сочетается тоже вот этот песок. Ну, это грязь. Но у нас типа как песочница для детей все-таки в ясельках. И вот этот розовый заборчик. Мне нравится. Тут тоже что-то намечается. Ну что, хоть и 50-й уровень, но задумки уже имеются. Такие оригинальные. Даже пытаешься как-то стены обустроить в городе красные. Это правильно. Такой достаточно зеленый, милый у тебя городочек. Классненько. А мы едем дальше? Ух ты, как быстро мы... Ага, порадовалась. Теперь ждем. Все, я вернулась. И мы собираем доходик снова. Есть. 44-й еще поменьше уровень, чем прошлый город. Здесь хайтик поменьше тоже. Но очень круто, что много уже территорий открыто и зданий. И когда вы так открываете, тоже сразу же, сразу же ставьте все компактнее друг дружке. Экономьте место. Вам так будет удобнее, когда вы что-то новое будете получать. Захотите быстренько что-то переместить, а некуда. Вот, чтобы у вас был в загашнике пара участков открытой территории земли. Порт, самое главное, начало открыто. Правильно. Я постоянно об этом говорю, что не обязательно прокачивать порт на ваших начальных уровнях. Можно, вот самое главное, получить нашего капитана, а всю остальную прокачку порта оставить на потом, когда у вас будет свободное время. Основное время потратить на сюжетные задания, а также задания всяких ивентов. Это куда полезнее, так как от порта толку особого нет. Это так как просто отвлечься. Что у нас здесь? Здесь. Ну, территории, в принципе, вполне так нормально. А теперь дальше идем. Не обязательно также прокачивать Красти парк. Точно так же, то что мы говорим про порт, так же и Красти парк тоже вы можете временно отложить. Так как он занимает, ну прям, огромное количество земли. А, как вы знаете, землю покупать все дороже и дороже с каждым участком. Немножечко кажется неопрятно, потому что, ну, какие-то здания можно просто выровнять. Вот как полицейский участок и библиотека. Либо все пододвинуть эти здания к дороге, либо все их подвинуть к горе. Потому как, ну, немножко как, ну, как сложно мне даже описать. Криво смотрится и поэтому неаккуратно. Также здесь, вот здесь идет объединение атомной электростанции. Стоило бы тогда провести бетонную дорогу на всю территорию. Потому как вот эти зеленые участки, которые выглядывают, они смотрятся не очень. И можно еще также пододвинуть вот эту часть вверх, чтобы вот эта дырка в заборе как-то тоже ее обыграть. Либо машинку туда поставить, либо парковочки сюда в ряд маленькие поставить. Ну, тут уже на твое усмотрение. Тут у нас жилые домики. Ну, тут все нормально. Дракошки очень красивые. Но здесь, мне кажется, они теряются. Их бы куда-то... Куда-то вот здесь на... Они, по-моему, на воду ставятся тоже, я если не ошибаюсь. Если не ставятся, то можно где-то вот здесь, возле золотого гуся. Где-то, чтобы было побольше пространства. Либо же, да, вот этот Будда, оно как раз по теме будет восточной. И вот эту синагогу я бы тоже поставила куда-то в другое место, вот вдоль горы, как вот эта здесь. Можно их рядом даже поставить. Потому что смотри, как оно сильно перекрывает основное здание нашего города. Это дом Симпсонов. И когда гость к тебе попадает, он сразу видит вот эту верхушку, которая перекрывает. Ну, не очень. Ледяную штучку, которая уже растаяла, ее можно пока спрятать в инвентарь. Так как она похожа сейчас на непонятно что. И место, в принципе, есть свободное. Это отлично. Ух ты, маленькая секвойя тут начинается. Такая хорошенькая. И почему-то здесь тоже домик. Возможно, здесь будет продолжение жилой зоны. То, что есть вода, мне нравится. Но не хватает немножко аккуратности. Так же, как здесь. Вот то же самое я вижу и здесь. Магазины. Стоит уже также провести бетонную дорогу по всему вот здесь участку, чтобы не было вообще зеленого видно. И так же не забывайте про озеленение. Какие-то хотя бы маленькие цветочки ставить. Не прошу вас такие деревья, потому как они занимают больше клеточек, я понимаю. Не везде их можно впихнуть, как говорится. Ну и компактнее ставить пока компактнее вот эти ресторанчики, магазинчики. Что-то впритык. Ну, в общем-то, учитесь сразу же как-то компонировать. Если я, например, тоже, когда было мало земли, ставила очень многие вещи прям один к одному, один к одному. Вот. А потом появлялась у меня земля. Я расстраивала это все. Но очень долгое время у меня все было впритык. Я не могу сказать, что у меня был красивый город. Я очень радуюсь, когда у вас есть возможность, вот как сделать, хоп, побольше. Хоть этот монастырь, по-моему, Будды, он маленький. И можно было территории в два раза меньше для него. Но когда у вас есть возможность построить сразу вот такую большую территорию, это очень круто. Вы большие молодцы, друзья. А мы едем в следующий город. Тоже небольшой. Пятидесятый. Что у нас здесь? Сколько здесь открыто воды. Очень круто. И так просторно. Нету кучи лодок, всяких островов. Красивый хайц. Ну, то, что оформлено, как бы что-то еще не закончено. Ну да, здесь еще что-то в центре поставить. Фонтанчик какой-то. Можно и скамеечки. И так уютненько будет. Ну, вот это вообще очень красиво. И вот этот участок. Да, я сама полюбила. И вам тоже советую комбинировать, когда вы полностью прокачали эти домики. Вот комбинируйте уровень. Смотрите, как красиво смотрится. Одно и то же здание, только разных уровней. И очень шикарно. Виноградники. Это вообще мега декорация. Здорово. Порт. Столько много всего. И тут вот то, что я назвала компактная постройка. Все к одному. Тут почему-то жилой домик. Возможно, там уже некуда ставить. Так, ратуша у нас. Маленький парк. Да, похоже на то, что жилой квартальчик уже просто забит домиками. Ага. Все. А это пока ждет своей очереди на постройку. Но местами уже прям все оформлено. Это круто. Больница. Здорово. Такой небольшой, но очень активный город. Классненько. Мне нравится. Большой молодец или большая молодец. А мы едем в следующий. Грузимся. Так, и приехали. Дайте нам доходик. Раз. Два. И три. Есть. Теперь у нас больше места смотреть. И, как всегда, мы идем в хайц. Уже практически вся вода открыта. Ну, снова. Все. Я вернулась. Возвращаемся в хайц. Ого. Тут активно все. Прокачка. Прокачка. Молодец. И даже еще сколько места. Отлично. Портик. Ну, круто. Уго. У тебя тут прям, ну, очень просторно. Даже местами излишне. Дом из Симпсона, мне кажется, идеальная территория. Вот. Меньше и не надо. Поскольку мы получаем немало декораций, связанных с Симпсонами. Поэтому. И даже есть запасная территория, там, где ивы. Можно их будет убрать. Если что-то еще появится. Ага. Ну, а для коричневого домика это тоже многовато. Здесь можно даже два домика какие-то поставить. Так, ресторанчики пошли. Ага. Да, единственное, для ресторанчиков... Я бы, наверное, какую-то поприятнее взяла ограду. Такой, будто я в тюрьму захожу, а не захожу в ресторанчик. Ну, какой-то поуютней. Ну, хотя бы вот такую решетку. Так, дальше. Угу. Ну, и здесь скамеечки. Возможно, что-то недоделано еще, недостроено. Да, если уже скамеечки, то, конечно, стоит еще добавить зелени, деревьев. Ну, типа такую маленькую, маленький зеленый уголок между дорогами. Так, школа тоже тут огромная территория. Я смотрю, еще ты любишь как-то одинаковые типы растений. Вот здесь всего лишь два. Попробуй поиграться, добавить здесь абсолютно все виды деревьев. Вот каких-то темно-зеленых, потом салатовых. Так, как здесь всего лишь два цвета. Возможно, тебе понравится более яркий. И вот здесь. У нас же, по-моему, два или три вида сосновых деревьев. Их тоже можно комбинировать. Ну, и школа, в общем-то, суть понятна. Это касается всех земельных участков. Атомная электростанция. Можно ее здесь уже по всей площади распространить. Обыграть как-то вход. Часто люди достраивают. Ну, из такой же похожей ограды с колючей проволокой. Типа как будто длинный такой делают проход. Достраивают парковки. Ну, в общем-то, когда такие пустые кусочки, я их редко вижу. Возможно, не хватает декораций Дафа. Хотя, можно этих же чувачков забрать сюда, поставить. Не обязательно их ставить в парке Красти. Как здесь активно. Вы посмотрите прям. Тусовка, как будто какой-то фестиваль проходит. Конечно, здесь много посетителей парка, но также очень много персонажей. Как круто. Вот, вот здесь уже больше идет разнообразие. И это здорово. Можно еще больше. Огромные территории. Клетуса тут отдельно вывели. Бедняжечка там скучается. Тут что-то перестраивается. Так, жилая зона здесь. Ну, я бы тоже еще советовала, друзья, сильно не делайте просторные абсолютно все жилые зоны. Нужно чуть-чуть поэкономнее быть. Так как территория у нашей игры тоже не резиновая. Она не будет открываться бесконечно. Так, кто-то включил зомби бутерброд. Я смотрю, что-то зомби гуляет. Здесь мы уже были. Ну что, все? Все, да. Отличненько. Ну что, давай побыстрее заканчивай. Интересно нам посмотреть, что же ты тут настроишь на остальную часть города. А так все очень даже классненько. Ну что, друзья, это был последний городочек на сегодня. Продолжение рубрики, как всегда, ровно через неделю. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok